Всем привет! В этом видео я поделюсь все, что я знаю про фиалки. Уход, лучшие условия для размножения, как обновить розетку и в какую почву пересаживать. Если вам интересно, то оставайтесь, а если нет, то переходите на другие видео. Почва. Сейчас на рынке есть большой выбор в продаже уже готовой смеси для фиалок, поэтому рекомендую просто покупать. Я вот взяла вот такую, рояль микс для фиалок, мне нравится. Единственное, что в почву я добавляю перлит. Это вот такая вот штучка. Есть перлит, а есть вермикулит. Я советую добавлять перлит. Я сама его всегда добавляю, потому что перлит предназначен для разрыхления почвы. Он делает ее такой пышной, туда хорошо поступает кислород и земля не слеживается. А вермикулит, у него другое назначение, он удерживает влагу. И если добавлять вермикулит, он такой, знаете, как фольга резаная, мелкий есть, крупнее, то можно перелить цветы, поэтому вот перлит добавлять можно в любые цветы, ну, кроме, возможно, кактусов, потому что кактусы такое мясистое растение, и у них часто бывает мочковатая корневая система, и там нужна как раз такая песчаная грубая земля, чтобы удерживался кактус. А вот для фиалок, для разных растений перлит добавляю, вермикулит не добавляю никогда, потому что повышенная влажность получается, заводятся мошки и все такое. Вот добавила перлит, достаточно будет. Вот добавила перлит, перемешала и все, почва готова. Ничего не нужно выдумывать. Можно, конечно, порезать сухой мох с фагнумом, но я бы не советовала, потому что тоже тогда нужно вот чувствовать, когда полить фиалочку. Ну, сейчас я не буду просто добавлять, чтобы не заморачиваться. Вот это самая простая смесь готова. Теперь размножение. Мне кажется, что фиалки это очень-очень неприхотливые растения. Ну, правда, я так думаю. Но самые лучшие для них условия, чтобы листик дал деточку, это теплички. У меня тепличка состоит из моха с фагнумом. Это живой мох, я его покупала через OLX, люди собирают на Западной Украине и мне прислали. Вот здесь вот, вы видите, деточки молоденькие. Пока что рассаживать не буду, это молоденькие. Ну, еще маленькие для пересадки. Сейчас покажу другую тепличку побольше. Вот так вот прям стоит накрыто. Я открываю, бывает раз в неделю, и видите, там свой такой микроклимат. Посмотрите, какая красота. Все зеленеет, бурно. Получается, влага испаряется, туда же падает, и там все шикарно. Сейчас как раз вот достану и какой-то листик и рассажу. Там уже все так дружно переплелось, что я даже не знаю, что пересадить. Ну вот, возьму вот этот лист. Как я делала? Я просто взяла мох сфагнум, положила в контейнер и воткнула листик. Накрыла крышкой и ушла. Единственное, что мох сфагнум нужно поливать дистиллированной водой, потому что вот эти верхушечки, мох это такое паразитирующее растение, которое паразитирует само на себе. То есть, вот есть ветка, вот то, что отгнивает на ветке листики, становится уже корневищем, а тут дальше живое растение растет. И получается, вот тут вот на дне, это все бывшие веточки мха, живые, которые были. Вот у меня, я взяла детку, ее и буду пересаживать, но пересадки чуть позже. Здесь вот, видите, тепличка, это самое лучшее, мох для того, чтобы размножить. Но также я очень много раз пробовала просто взять листик, взять обыкновенный, даже вот такой вот состав смеси, песочек, воду, воткнуть листик в землю и все, и пойдет, детки пойдут, все будет хорошо. Но это не касается таких растений, таких фиалок, которые фантазийные или химеры. Там совсем другие правила, и там нужно именно от детки, не от листика, а когда розетка дает детку, тогда получится 99%, что сохранится цвет, оттенок, полосочки, вот эти белые краешки, то есть только деткой. Теперь по посадке. Очень удобный метод сажать, это когда делать, ну, не капельный полив, а такой фитильный называется. Я беру вот от чулка, от капронового колготка, такую вот полоску капрона, продеваю в дырку и наискосок горшка, то есть не вот так вот ровно по стенке горшка, а наискосок пускаю. Засыпаю дренаж, ой, засыпаю сразу землю. Можно, конечно, насыпать дренаж, но я не буду, потому что у меня маленький горшок. Да, и земля очень рыхлая. Вот так вот присаживаю детку, ставлю детку и досыпаю земли. Вот этот хвостик можно отрезать, чтобы он не мешал. Все, сейчас набираю воды в какую-нибудь глубокую вазочку. Взяла вазочку, налила туда воды и вот так вот опускаю горшочек. Получается, вот этот фитилечек будет брать влагу и распространять наискосок по всему горшку. У меня есть еще вот такой вот тяжелый керамический горшок, и здесь я тоже буду ставить фитиль. Здесь одно отверстие, и это идеально подходит, чтобы именно вот для фитиля. Вот здесь вот у меня есть фиалочки мини, и видите, этот горшочек, он как раз идеально подходит, я специально и покупала. На дно я дренаж не ложу, хотя, наверное, не мешало бы, но не буду. Такая малышка-малышка называется, не знаю, вот так вот, Белли какая-то, это розовая. С фиалочками главное не бояться, они такие милые, вот они мне кажется как дети, им нужна власть и смелость. Вы должны знать, что делать. Касательно полива, я обычно, ну, нету таких правил, раз в три дня, раз в неделю. Я как бы подняла горшок, ага, уже земля легкая, горшок легкий, значит, земля просохла. Я полила, иногда там даю отстояться, иногда много, иногда мало. Так вот можно утрамбовать, тут все протереть, лишнее отрежу, тут отрежу, и точно так же ставлю в водичку. Горшочек для мини-фиалки настолько маленький, что я могу прямо в чашку. Так вот окунуть аккуратно. И все, и он будет питать влагу. Прошло всего, прошло всего где-то минут пять, и посмотрите, уже вот этот вот цветок, он выпил воду, то есть забрала земля воду, поэтому я сейчас еще долью и стоять. Мои фиалки будут в воде где-то полчаса. За полчаса они успевают напиться. Ну, это то, что я заметила. У меня есть еще одна миниатюрная фиалочка, голубая вроде бы уже, и я ее посажу по-обычному, без фитилька. И в качестве дренажа я очень люблю использовать пенопласт, потому что он очень легкий, очень рыхлый, и бесплатно. То есть беру так пенопласт, ломаю на дно, когда мелко, когда крупно, смотря какой цветок, и как того требует, какие там отверстия. Все, хватит. Насыпаю земельку. И вот так вот. Маловато. Надо еще на дно. О, хорошо. А пить поставлю тоже в тарелочку или в чашечку, потому что, ну, честно, я считаю, что это самый лучший метод полива через поддон. Теперь по поливу. Я уже сказала, что считаю, что вот такой метод погружения, или, ну, в поддон наливать воду, считаю, самым лучшим. Ну, это факт. То, что я заметила, это сама фиалкам больше всего нравится. Воду фиалки любят теплую. Зимой я прям разбавляю кипятком, такой, чтобы, знаете, теплая-теплая была. Летом такой комнатной температуры, но летом и жара, когда 35-36 градусов жары, то теплой водой, ну, им и так не холодно. Но осень, зима фиалки очень любят именно теплую воду. Также еще фиалки очень любят подкисленную воду. Я беру, прям, вот знаете, пол-литровая бутылочка, разбавила кипятком воду, выдавила туда где-то с лимона 2 чайных ложки сока, взбултыхала, полила в поддон, поставила пить цветы. И все, им это очень нравится, подкисленная вода. Если не лимон, то можно на кончике чайной ложки добавить лимонной кислоты в воду, которую будете поливать, но не каждый раз, а где-то через один раз. Продолжение следует...